Привет, друг, кто на канале Смотри и учись, с тобой Миша Егор. И сегодня будем встретить за тимберами профессионального игрока, это Ниша, его смурф аккаунт, на котором 500 матчей, ой, 600 матчей и 7 ранг, что прям безумно интересно, как по мне. Ну, по крайней мере, по дата бафу. Возможно, дата баф по определенный момент скрыл, а матчей на самом деле немного больше. А тимбер героя не самый популярный, поэтому я попросил лайками компенсировать непопулярность героя, кому тимбер нравится. Буду очень благодарен. На примере этого игрока научимся играть на хардовом тимбере. 7.37 патча. Ну, если позволите, по всем большой паузам. Сейчас проходит мажор по доте, и в честь этого Эпик Луд сделали новую линейку мега сундуков с эпичным содержимым внутри. Выполни все 60 квестов и получи ДиКей Хук, а на 15, 30 и 45 уровне забирай случайную аркану. Только для наших зрителей, этот БП по ссылке в закрепленном комментарии вы можете получить бесплатно, а не за 500 рублей. Мало, да клави, бесплатный временный режим, охота за закровищами. Дойди до сокровищ за 4 хп и забери награду и мега сундучки с топовыми шмотками за сделанные шаги. Играть в режим можно раз в час, бесплатно. Ссылочку на все эти ништяки мы оставили в закрепленном комментарии, а также там лежит промокод УЧИХА на 15% и на бонусный пузырёк с хп в Трэжер Хантере. Да, всем привет, ниша очень круто играет на тимбере. Он какое-то время даже задал мету тимбера в мид. Жалко, правда, что он здесь не в миде играет. Что-то в мид ему не уступили, но вот он на каком-то турнире выкатил медового тимбера, развалил просто 30-0 и после этого многие начали за ним повторять. Вот, так что вот он довольно опытный тимбер, по крайней мере у него на нём наиграно парочка матчей точно. То есть он хорошо на нём играет. Ну и в целом тимбер сейчас очень хороший герой, его довольно часто пикают, да просто о нём часто появлялся. Ситуативно порой нереально круто заходит. Вот здесь же пока что не повезло, против Манка Кинга будет стоять не самый такой приятный герой. Для тимбера будет по-любому цепочку вымакшивать. Против вот таких вот героев, как Урса, против Манка Кинга. Обычно максят цепочку, потому что периодически приходится уходить, чтобы они пассивку не настакивали. Броня порой не особо против них помогает, но посмотрим, может чё-то... Чё-то он иначе будет раскачивать. Супер любопытно, если честно, посмотреть. Тем более мы тимбера смотрим очень редко. Как-то наши зрители его не излюбили, по непонятной мне причине. Я думаю, тимбера вообще мало кто любит. На Манке Кинга, насколько я знаю, один из самых эффективных керри на линию против тимбера. Очень плохой тимбер-старт. Поправиться неправ, старт на тимбере важнее, чем на большинстве хардеров, потому что он такой керри с харды. Просто полагающийся на скиллы, а не на рейт-клик. И обрати внимание, пошел в разу драку. Ну у него как-то хорошо, чем получилось против МК постоять. То есть у него уже третий уровень, пассивка в 2, он вообще может не бояться. Вряд ли этот манкединг уже компактнет на этой линии. ЦМ-ка очень оперативно с ХП сваливала, у нее первый уровень до сих пор. То есть неважно вообще, как ты видела на четверке, самое главное, чтобы тимбер действительно как можно раньше имел. Это пассивка в 2, очень сильный второй скиллпоинт там. Ну и важный момент, что Винга один из худших лайн-саппортов. Смотришь на Вингу во вражеской команде, понимая, что вот она, саппорт, понимая, что того, кто против нее будет стоять, будет самый лучший старт. На линии бывает тяжело против манкединга. Но вот по игре потом становится очень хорошо его с деревьев, с деревьев постоянно скидывать. Тот самый, блин, тимбер на самом деле капец очень круто заходит. Ты играешь против, получается, против двух силовиков таких ярко выраженных. И манккинг, которого ты с дерева скидываешь. В принципе тут тимбер хорошо зашел. Он вот на Сэмке реально сверхразум, они играют в пати. Не знаю, кто на Сэмке, но вот, видимо, ниша ему объяснил, чтобы он на экспо вообще не вырвал. Потому что, как ты сказал, реально очень важно, что пассивка в 2, пассивка в 3 особенно. Ой, не дотянулся. Тимберчейнам, но это досадно. Но такое в последнее время очень часто случается, потому что, по-моему, 2 штаты тимберчейна от нерфеля. Ой, там баром сломал дерево. Ещё раз сломал дерево. Но всё равно умер по итогу противенки лов 3. Блин, и пачка, смотри, какая огромная. Сэмка я не продержала. Тимбер пинганул, что надо было пачку держать. Но она под таварней пройдёт. Ну да. То есть он вернётся, будет стоять, танчить эту пачку. Ну там куча XP просто, глянь, там 3 рейнджовика. Это всё, это пятый уровень. По-любому взял, кстати, сам себе Жовтвард. Моментально поставил. Позакуп пока что дефолт. Солринг сапог. Дальше арканы. В принципе, такой самый стандартный затарчик. Иногда можно покупать стики. Иногда можно покупать капельку. От ситуации зависит. Иногда можно просто купить кольцо на хэпериген. Если шансов убить мало. Вот так чисто потерпеть. Стать консервной банкой. Можно это очень помочь. Кольцо в будущем можно заградить в худ. Кстати, сэмперчейн в 3. Цепочку в 3. Ну душит, потому что этого МК. В принципе, он и так на фу хп почти всегда. Вот МК ей шанс задушить. Сколько МК сейчас ты на ряд выдал? У него просто есть 28-15 счет. Настолько герой невыносимый. Опять же МК сейчас разбитый стоит. Тимбер фуловый. Глиф есть. То есть МК зарядит джингу и попробует палку в крипов скинуть. Есть шанс. Взрывините мою эту палку. Тавер на него, кстати, сейчас не агрелась. Есть очень крутая фишка на тимбере. Когда вот так вот под тавер давить. Когда нажимается на тимберчейн, нужно, короче, кликать. Кликать свободную область, тогда тавер не будет агриться. Просто кликать на... Правой кнопкой мыши на передвижение. Да, да, да. Просто движение нужно нажимать под тавером, тогда тавер не будет агресса. А, все, шестой есть? Под шестой сейчас будет очень сильно наглядеть. Ну и здесь прям мой закуп все-таки напрашивается. Я так подумал. Арканесау ринг. То, что опять же у него миллион экспы на этой линии. Видите, какой у него ранний шестой. И вот он сейчас просто будет душить своим тимберчейном 3, чакрамом ранним. Все, вот уже. Гоняется с домингой. Только надо поаккуратнее. Конечно. Очень хорошо мансит на венге. Пришла цемочка помогать. А, по итогу сейчас вообще МК скопытится. Если все грамотно получится сделать. Да, отлично. Не получилось убить венгу, но МК гораздо приоритетнее. Ему еще тут фаску запулили. Венга не дотянулась бить. Замечательно. Можно попереагривать пачку, да, так и делает. Тоже очень важная фишка на тимбере. А, тут придется на венгу нападать, а не пачку агрить. Потому что она подставилась. Да, отлично. Тоже очень важная фишка на тимбере, на аксе. Ну, если никого нету на линии, просто на другую линию наводите камеру. Нажимаете, тоже вот правая кнопка мыши атаковать на каком-нибудь врага. И на вас будет пачка агресса. Это очень круто работает. Чтобы набить пассивку. Чтобы был хапоригенчик. И побежал просто на базу. Все-таки тимбер чейн в три. Довольно быстро это сделал. Кикбая кая. Ну, кая сэнш тоже самый популярный айтем сейчас на тимбере. Вот, и... Если... Если видишь, что... Тимбер первым же сотом себя каю собирает, значит у него прям все очень хорошо. И он собирается прям выносить. В этой игре, в принципе, может себе позволить зарашить каю Сашу. Так, нападение на МК. Если МК никто не поможет, то это супер фришный килл. Потому что тимбер чейн уже в четыре. Дэмэдж просто безумный. Безумный. Кагажется очень быстро, все. Пошел сразу ранг МК чекать. Видимо, недоумевает. Так, кстати, смотри, теник бежит. Опасно. Докупил себя, кстати, брейсер. Довольно поздно это сделал. Тот же Амар. Он покупает себя первым этому брейсер на тимбере. Вижу. Довольно поздно брейсер себя залетел. В первом это стартовый закупили? Просто с первых денег. С первых денег. Камяну рыжих, которые лаган МК. Синих и баус делал, никто не поможет. Из таверны в таверну, чисто на МК. Мне кажется, севка в три. Кажется, в споре Эмбер идти не повезло. Эмбер, тени к пешочкам пришел. Топ гонгать. На той стазии, на которой он не может топ гонгать. Эмбер с перец телепорта наказал. Но не синим. Но его первую позицию. Так, нейтралку оставил. А, это просто отошелся по этапу дальше. Причем ультимейт вообще никогда не оставляет на вот этот периодический урон. Это так и надо. Сейчас оставил. Выслушиваясь, честно. А ультимейт, говорю, никогда не оставляет на периодический дэмэдж. Но ппп посолится ли это абсолютно понятный версия, потому что не можешь бить во риме симпричейна. Когда вот речь о пачке, вот как будто можно было. Ну не, не особо важно. Иногда можно пооставлять. От ощущения зависит. Хватает нам дамы, что не хватает. И тогда, что у него, тимберчейн в 4. Чуть-чуть пилу подержать. Нажать тимберчейн, все, пачка будет мертва. Пачки. У него пассивка набита. У него 18 стаков. Как его убивать собрались? Вообще все кнопки нажали, все равно дамы же не хватило. Тимбудем, пошел раздавать. Реально шокинг. Ой, офигеть, он еще задел шейкер. Отлично, минус шейкер. Идиника тоже выберет, вообще красота. Белокол на фале, парни. Взял себе первый скилл в двоечку. Тут тоже вот очень важно, за макси себе первый. Кажется, это ладно, наверное, качать не будет. Ультимейк, кстати, вот опытные тимбери тоже в двоечку не берут. Вот раньше брали, когда Бладстоун был нормальным предметом. Ну и тоже во фришных играх, когда Бладстоун Раши, то брали в двоечку ультимейт. Сейчас же многие от ультимейта в двоечку отказались. Вот интересно, ниша берет двоечку ультимейт или нет. Тот же Амар, он тоже в каждой игре ультимейт себя качает очень босса в два. Потому что это очень манозатратно на тимбери. То есть, видите, там 140 маны из ультимейт. Это прям очень сильно чувствуется. А вот замаксить первый скилл против силовиков, выглядит очень круто. Просто, видите, вот у него уже первый в три и все, он мафик этого шейкера спилил. Опа, Манки Кинг прилетел, здоровая, братишка. Тип 0, сраближал шейкер, типа, охренел что ли? Сам же нафидел. Вот ладно, если бы цем какая-нибудь, типа шейкер, тоже ошибся. Знаешь, мы регулярно смотрим эти хэй-хэй рейтинговые игры с тимбером, ой, с шейкером. И есть ощущение, что вот этот постоянный фит на шейкере, это не ошибка, это часть геймплея. То есть, вот ты постоял по руине в линию, потому что ты абсолютно бесполезный саппорт на лейне. И пошел куда-нибудь фидить до блинка в надежде получить сколько-то лейнового фарма. И он, мне кажется, готов сколько угодно раз умереть. Ожидание. Ой-ё-ё, а что за дэмэдж по Манки Кинг? Ну, кстати, то, о чем я говорил, просто смотрите, какой дэмэдж с первого скила залетает. Он не взял ультима и двоечку, то есть не зря я распинался. Ну, что шарит. И вот реально, он в первом скилом просто, как и сказать, много дэмэджа наносит и сычу и деревья рядом. То есть он в ингу спилил, потом Манки Кинга спилил. Короче, одобряю, одобряю то, что двоечку ультинга качается. Вот обязательно присмотритесь, потому что, ну это реально, постоянно без маны будете бегать, если в два будете брать. Даже Скай, видите, он играет Скай, фастовый. И даже Скай, он не берет себе ультимейт двоечку, потому что слишком она затратна. Первый замаксит намного приятнее. Ну, на десятом талант на здоровье взял. Тоже одобряю. Весе здоровья довольно много, а вот полторы маны в секунду. И конкретно в этой игре ему, как по мне, не надо, потому что у него есть команда Сэмка. У Сэмки уже ауров 3. Там 2 маны регена будет, когда в 4 прокачают. То есть этого по мне хватает. А в 200 здоровья это довольно большое число. И против вот таких героев, как тени, порой очень сильно выручает, потому что тебя могут просто с проказ-то убить. На самом деле, хпп у тимбри он не такой большой. И порой могут просто за проказ какие-нибудь вот такие герои убить, как тени. Против айда, не знаю, какого-нибудь тоже можно 200 здоровья брать. Ну так, конечно же, в основном маны реген. Потому что, очевидно, маны не хватает от тимбри. Но вот ситуативно, 200 здоровья. Надо брать, как по мне. В этой игре прям спокойно. А без Сэмки, паткаю. Маны, как тебе? Можно, можно, да? Я говорю, в основном... В основном это таланты берется. Самар тоже в каждой игре берет маны реген. Ну и понятное дело. Раньше бладстон был крутой. И потоп под старый бладстон не брали. Малат нам анна реген, потому что и так хватало с бладстоном. Есть же бладстон убрали, и прям туго нынче с маной бывает. И все очень сильно давит. 8 600 над ворс уже просто под т3 всех убивает. Кикбай дагон, кстати, забавно. Ульту, кстати, в двоечку взял. Правда, я не заметил, на каком уровне кто-то взял. На 14-ом. На 14-ом, ну ладно, а то мы речь. Но иногда прям можно вообще сильно упороться. Взять аж на 16-ом уровне. Просто в этой игре у него очень рано Сэншка появилось. Можно там и пассивку взять в 4. Взять себе талант на 10-ом, талант на 15-ом, на 8-ом заклинаний. И вот только на 16-ом прокачать себе чакрам в 2. То, что опять же, с маной прям супер туго бывает. Вопрос походу. Ты выбрал ход в этой игре? Я бы тоже Сэншка фастовую взял в том, что... Ну, у него такое начало игры было. Прямо оно намекало на то, что он будет всех выносить. Вот в таких играх, а я на ты прям можешь тащить. Засолку вот такую устраивать всех. С нулевой просто ходить, убивать. То уж, конечно же, Сэншка его зарашить. Так что я думаю, Сэншка тут прям идеальный выбор, потому что... Ну, ой, отменю телепорт случайно. Потому что он прям очень рано начал за Тавр там заходить, всех убивать. Напрашиваю себя очень сильно, чтобы еще больше дэмэджа было. Ну, вот так по закупу, да, там что? Худ в основном. Покупается какой-нибудь пирамид, но можно... Можно взять Юла. Тоже очень крутой предмет на тимбере. Один из самых лучших. Против Фурсы Юла. Идеально смотрится против Беттика. Сложнее всего играть, как по мне, против Бетрайдера на тимбере. Мне кажется, это прям самый сильный герой против тимбера. Вообще играть невыносимо против Бетрайдера. Против Фурсы, против Манки Кинга даже. Можно постоять, в принципе. Ну и поиграть по игре тоже, в принципе, дыхабельно. Против Бетрайдера вообще не знаю. Мне прям очень сложно. И против Медузы. Почему-то тоже не дается. Вот змея. Он сильно душит. Приходится капли постоянно покупать. И убить Медузу тяжело. Порой против Медузы не просто на линии. На этот, опять же, как пойдет. Так, кстати, был шип. Хороший предмет. Сколько Ман Регина? Давай, опять? Отлично. Пойдет. По поводу Медузы. Важный момент, что Тимбер полагается на чисто... Слушай, тут нет Медузы в игре. Я начинаю рассказывать, как ее щит работает. Я нашел свое предназначение в этой жизни. Тимбер полагается на чистый урон. А Медузе вообще без разницы, какой тип урона. Важно количество этого урона, а не качество. Потому что, в принципе, он не считает в себе резиста. Так что, действительно, очень крутой костный контрпик по всем параметрам. Ну и догон очень ранний. Есть усиление под этот догон. Какая дэмэш увеличивает и талант на пятнадцатом на спел Амплифай. Ты осуществил и талант пятнадцатого? Нет, спасибо. Ну, тут стандарт. Да-да. Он звучит маленьком. Ну, левый просто бесполезно выглядит из-за того, что он столько эффектов не настакать. Ну, да, даже против там всяких иллюзионистов. Сам Онера все равно не берет этот талант, потому что, ну, блин, урон заклинаний. Что тут выбирать? Ну, и да, как ты сказал, настакать просто порой не получается. А, я против Пээлла видел. Правый талант, левый талант. Ну, только против Пээлла и можно взять, но и то, блин, мне кажется, такое себе. Да, полезнее вы иллюзию спилить как будто бы. Ну, да, ну, да. Ой-ой-ой, какая реакция Монки Кинга? Мэджик Дэмэдж это и фарм, и киллы твои. А пока ты в файте стоишь, не знаю, набиваешь себе пассивку, ты можешь просто всей маны решиться. Пока тебя Пэлл с иллюзиями. Всю ману выжгет. С фазами. Так, кстати. Пэлл с иллюзиями. Начинаем со стимиком. Ну, тогда это, конечно, очень нагло. Бегон я давно не видел. Ну, в таком случае с темперам это предмет на контроль, насколько я знаю. Ха-ха-ха, капец. Это догончик реализации, просто шотнул. Там даже моргнуть, мне кажется, не успел нам на шейкере уже в таверну улетел герой. Чек рамф 3, кстати. Капец. Сколько там хп у шейкера? 1500. Вот он просто за секунду с Брю. И там, причем еще и с запасом. 2000 из проказ где-то наносят. Как мне кажется. По силовику. В этом деревьями уйдяли. Ну-ка. Жаль, нехорошена, убивать нечем. Эмпер ВР, как Орек. Я вот Рубик колит. А, ВР, как с приконцовым лейдом? Слушай, это легкий Рошан. если фокус фаер него нажать же хочется этого тени попробовать краш-тестом устроить не спел тимбер чинский войс чекрам и шейкером это жесть вот очень круто супер показательно то что он просто цемку выгнал с линией оттенка не она сама по себе выгнулась первой же пачки экспо оставляла просто не в поте играет он ей сказал что понимает что очень решает по его вот это наверное один из самых таких героев которые зависят от экспы на третью позицию и даже самый на тимбре прямо очень решает уровень прям все пятый уровень очень-очень сильный шестой уровень очень сильный пассивка в два даже на 3 тоже очень сильный это вот порой очень важно просить оставлять экспу либо же тоже идеальные четверки по тимберу те которые любят погулять земель а теник микс чуть такое с фурионом тебе как играется на тимбере смысл но фурион очень любит погулять и фурион за отводы очень хорошо дерется значит не особо в мете четверка фурион ну да чё то такое фурион просто отводы нереально круто дерется он отводит пеньками он руинит отводы пеньками блочит споты пеньками вариантов куча тут ты дашь кстати есть таберка таберку не особо интересуется это все но и по поводу догона как предметы на контроль ночью кран скинул догон противник не шевелится когда в принципе убивает героя за проказ замедления не так сильно решает на целом как бонус так это чё за хаммер б дизелятор еще купит будет с руки ищут кстати бы была же когда в эту тимбер был на 10 талант на дэмэдж я у каждой второй тимбер сноубольный который увидел играл через изолятор фишка в чем же старше такого не помню а я вот на сто процентов это помню фишка в чем-то стартуешь как обычный тимбер просто непрекрасный момент из наборился тебя вот этот пик сил нереально ты берешь талант на урон берешь дизолятор и стоишь танчишь тавр не ломаешь его потом принципе этот талантный урон его брали всегда потому что левый талант был как раз на максимум эффектов 3 скила который невозможно набить если бы это еще взять дизоль такой фэскуш тимбер здесь заметьте понятно ты здесь он не реализуешь скинуть акрама тебе заряжение работает на в пыше видео сноубольных тимберов сотни раз как по актерин получается тоже очень приятный предмет монопол расширяет сейчас нынче блин очень печально что через и гоним крайне тяжело на тимбер играть то что маны вообще не хватает 5 супер расстроила что тут недоразумение сделали из бастона причем есть хоть один человек которому нравится новый пластом я могу назвать одного героя на котором как мне кажется новый бласт он может быть лучше чем старый ну лишь факт надо только лишь рак но мне кажется даже игроки на решеке они все равно предпочитали старый но мы тоже не хватает ведь на решеке надо согласен мне кажется даже на решеке старых покруче человек и собрався брать он же и так бессмертно мне кажется в такие в таких играх очень хорошо даггер смотрится порой езда игра очень намного проще инициировать становится в этой игре сабон даггерс и взял просто блин к нашал туда всю байду свою закинул на тимбер че не улетелся любого героя шот не шлины и гораздо проще попадать до 25 кстати не могу тоже невероятно важно 25 на тимбре тоже решает очень сильно имба талант вправы 10 процентов к уменьшению атрибутов 1 сквозь после нереальный дэмэдж и он даже одного силовика порой вполне достаточно особенно если это верну коровый силовик то все спокойно берется правый талант но левый тоже хороший кибер чем на пол карты летаешь я противовка чайку моему полную себе дпсм срезать согласен кстати 3 кибера игнорирует понимаешься так вот у не выиграть есть такой он будет часа метло он мансует на манки кинге что сейчас просто под фонтаном убил 2800 через догона можно ругнуть чик кстати там от этим горчейм зовут и здесь зарешал это вот оба эту вингу застелить не смог не понял кому он это пишет синяка скорее всего нет просто пишет наш это чувствую но быть затащенным паблики компетити не не в паблике он пишет если мы подразумевает что он выступает на про сцене эти не выступает весьма всем уверен я еще и не спит видимо не какие-то свои терки они поют понятно в общем видим они давние враги за медлинию а где соль какие претензии кроме синем к этом есть еще воды спросит еще есть необходимость любить рошана или поломать постройки это вообще подгорел вообще не не знаю ни того ни другого кто это кто на и берешь именно не просто не аксессури взялся гоним все-таки и видите насколько быстрым она заканчивается большой минус аганина так не фигеть он умер сейчас чтобы купить аганим у тебя должен быть в инвентаре помимо сашка и еще как минимум один предмет на ману если бы акторин как у него либо какая-нибудь шива и лов не хватит скорее всего очень круто заходит на тимбер в лейте выберем супер имба особенно под аганим если нажимаете хекса и можно с прокаста быть ком от нем вы были никому скипнули не травкой сайте тоже у него на кдр кдр с актерина кдр с нейтралки все это купе с аганимом просто жесть дамаж безумный чик вот он примерно так же на просто не заточил одну игру то есть он это не только в паблике делает кстати с полный стил на тимбер ценика счастливы не ценится это наш рак блэстоун выдает вот страны от атерна шрауда хороший предмет опять же на тимбре худ очень важен порой мне интересно это наш отберется ради атерна шрауд или просто как решили ну это это еще важный момент даже не все игроки знают урон от силы с первого скилла это не урон это похищение атрибутов и на него не работает с полный стил запятим колбил под фонтаном талант на маннерген появился уровень но лишним не будет конечно 4 ничный танк у меня реально обнаружил большую кстати раньше есть раз сдохнуть но у него талант на тимбер чем все таки сдох на щабы бак накопает или худо или бкбшки у него даже в планах нет или его на него помнишь митрию хаммер мелькал как бы ну да просто он понял что он тащил зачем ему такие артефакты терпели самом деле драка пошла и пока с аппаратами кажется интересно если верно наблюдать все таки поймался когда он очень быстро с этим талантом тимбер чем когда бежишь замес замес как-то интереснее чем когда просто смотришь вне зависимости от того нужен-то в этом замесе или нет что-то гонова путь даже из догона с аганимной пилы буквально поехал на тени траке у можно оформить жалко рампэч не получится да да как нету противника вообще если бы он сейчас пилил большую можно было бы рассчитывать что она выкупится купил шар под конец ну и всем огромное спасибо за просмотр если видео понравилось обязательно ставьте лайки и мир вам